11.06 в Кирове. Дневной разворот на 101FM. Владимир Сметанин. И Юлия Афанасьева. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 июля. Как обычно... Юля и Юля. Как обычно, два часа мы будем... Юля и Володя. Да, Юля и Володя. Как обычно, два часа мы будем с вами. И по традиции анонсируем сразу же второй час. Придет к нам в гости Олег Кочкин, президент компании «Вятка Авиа». Мы его расспросим о том, как прошел в этом году международный авиакосмический салон в Жуковском. Все мы уже знаем, что там было подписано соглашение о том, что нам, в Кировской области, будет передан вертолет «Ансад». Новый, с медицинским оборудованием. И данный вертолет будет выполнять услуги санавиации. Все это во втором часе. Ну а в первом часе мы обсудим оплату коммунальных услуг, почему квитанции приходят от двух управляющих компаний и что делать в этом случае. У нас в гостях Сергей Николаевич Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Про опрос сразу же скажешь. Да, конечно. На нашем сайте эхакирова.ру в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Коммунальные услуги оплачиваю регулярно в срок с небольшой задержкой, с большой задержкой. Я злостный должник за услуги ЖКХ или мне посчастливилось не платить за коммуналку. Надо отдать должное добросовестности. Те, кто голосует на странице ВКонтакте, 70 с лишним процентов отвечают, что регулярно оплачивают коммунальные услуги в срок. И практически такой же процент, но чуть-чуть побольше на сайте эхакирова.ру. При всем при этом злостным неплательщикам на сайте эхакирова.ру сочли себя почти 10 процентов проголосовавших. Вот так вот. Ну, на самом деле, это не единственная тема. Двойные квитанции, да, которые мы хотим обсудить. Мы тут собираемся по следам тех совещаний, которые проходили на базе общественной палаты, с помощью общественной палаты, центра общественного контроля, вся РЖКХ. Ну, и так, двойные квитанции. Что вообще это такое? Откуда истоки этого явления? Истоками этого явления стало переход от одной управляющей компании в другую. Мы все знаем, что сейчас у нас рыночные отношения в сфере РЖКХ. И вот в этот момент, когда дом переходит от одной управляющей компании в другую, решением общего собрания больше 51 процента голосов, то возникает некий переходный период, который получается неурегулирован. Он зависит от многих вещей, в том числе от того договора, который действовал. Но если упростить, а нам, наверное, пока надо упростить ситуацию, то получается, что пока передаются документы, пока вступает действие управляющая компания, поскольку деятельность лицензируемая, то у нас Государственная жилищная инспекция должна принять решение о том, чтобы внести дом в лицензию новой управляющей компании. А есть четкий определенный срок, когда все эти процедуры должны быть выполнены? Переходный период, я имею в виду, и вот четкие сроки. Ну, на решение ГЖИ отдается 10 дней, если они положительно принимают решение. Но тут возникает такая зацепочка. Ведь мы понимаем, что если дом хороший, то никакая управляющая компания... Отдавать его добровольно не хочет. Добровольно отдавать не хочет. Хороший в смысле... Деньги платят. Деньги платят. Дом большой. У дома хорошее состояние бывает, что дом большой, а вкладывать на столько, что не хватает сборов. Ну, обычно эти большие дома, коммунальщики их называют корабли. Это девятиэтажки, многоподъездные. Конечно, это самые вкусные дома, за которых управляющие бьются. И вот именно на таких домах в основном, а в Кирове на текущий момент, как нам дали информацию, 21 дом, у которых двойные квитанции. Это касается, в первую очередь, Кирова. В районах такой проблемы практически нет. 21 дом – это ведь не мало. Это очень много. Несколько сот жильцов, несколько тысяч. А было 54. Ого. И вы понимаете, в какую ситуацию попадают жители? Вот как бы жители говорят, да, нас старое не устраивает, мы идем в новую, мы все собрались, мы собрали все требования и приняли решение. Будьте любезны, выполняйте. Новая управляющая компания начинает выполнять свою работу с того момента, который написан в договоре. Например, через месяц. Ну, почему через месяц? Потому что надо передать документацию, еще что-то там. Ну, допустим, через месяц, чтобы собрали процедуры. Она начинает выполнять, как она же это сама подписалась под это дело. У нее договор есть. В момент подачи заявления в ГЖИ, недобросовестно, давайте назовем так. Нет, недобросовестно тоже, наверное, неправильно. Хитрая старая управляющая компания, она говорит, ну, а что, я дома еще деньги пособираю, а уж потом, когда попросят, тогда и верну. Она подает заявление в суд, ссылаясь на какие-то обстоятельства, например, там, протокол неправильный, еще что-то. Технические нарушения. Да, какие-то нюансы, которые они находят. Для этого у них есть юристы. ГЖИ, соответственно, не принимает решения о включении в лицензию. И получается, что формально старая выставляет еще квитанции, потому что у нее уже договоры самодействуют. Как они считают, пока нет решения суда, новая начинает работать и, конечно, хочет за свою работу получать деньги, тоже выставляет квитанции. Да. Ну и, вот, как бы, есть две ситуации, когда обе находятся в лице, и лиц почему-то выставляет тоже квитанции от одной и от другой управляющей компании. Или, если у них лиц нет, они сами выставляют. В общем, жители получают двойные квитанции. Сколько может длиться судебные процедуры? Ну, вот есть практика, когда полгода они длятся. И что происходит? Вот сейчас социальные службы... И полгода люди платят, оплачивают обе квитанции. А вот здесь все поступают по-разному. Но самое главное, что нам надо понять? Первое, это, конечно, людей возмущает. Нет, мы хотим поступать по закону, по-разному. По закону? Да. По закону, в принципе, мы к решению никакому не пришли. Потому что формально я житель... Вот у нас есть жилищный кодекс, и на основании жилищного кодекса я отправлю выбрать управляющую компанию. Я по ней выбираю, и по большому счету она выполняет услугу для меня, и, наверное, я ей должен оплачивать. И потом суды, кстати, принимают решение, чтобы вот той новой управляющей компании оплачивать с того момента, которое было по решению собрания. Но я же все равно как бы как житель рассуждаю как. Ну, даже наплевать я не разобрался, заплатил хотя бы кому-то, потому что я заплатил, я ничего за этот период не должен. Дальше возникает вопрос. Если я имею право на льготы, на какие-то социальные пособия, если социально не защищен, а это самая ведь печаль, когда у людей последние деньги уходят на коммуналку. Я не могу получить эти субсидии просто потому, что в органы, которые эти субсидии выдают, поступает информация о задолженности за коммунальный ресурс. И не важно, что я по одной квитанции заплатил, главное, что по второй не оплата, и поэтому я лишаюсь права на такую лицензию. А мы сейчас говорим о субсидиях как раз на оплату коммунальных услуг, например, для ветеранов труда, для инвалидов. Да, да, да. То есть это касается очень большого количества жителей, а тех, кого это не касается напрямую, те, кто не имеют права, для них все равно такой стресс. То есть им же хочется это быстрее закончить, чтобы уже началось, потому что там срывают замки, бывают еще там разные процедуры. Ну, в общем, для жителей это всегда неприятно, какие-то объявления на подъездах, кто от одних, вы платите тем, вы платите не тем. Вот мы пытались понять. Позиция ГЖИ была следующая. Мы, к сожалению, у нас есть вилка, у нас есть жилищный кодекс, у нас есть приказ Минстроя 938. У нас, говорит, не сходится, мы, к сожалению, не можем, пока старая управляющая компания не исключена, пока не принесла все документы, мы не можем в новую внести лицензию. Первое. Второе. Есть решения суда, которые, к сожалению, не исполняются. И мы очень надеемся, потому что на круглом столе договорились. Я знаю, что мы сейчас здесь в эфире находимся, и в это же время представители управляющих компаний в прокуратуре, что называется, еще раз рассказывают про те вопиющиеся случаи, когда в течение года после решения суда ситуация никаким образом не решается. Управляющие компании мы имеем в виду, от которых ушли? А, от которых ушли новые. От которых у них все хорошо, у них жители деньги платят, если даже не платят, они уже затраты на эти дома не несут. То есть, смотрите, как получилось. То есть, защищая управляющие компании от беготни жителей каждые полмесяца до шантажа такими процедурами, мы получили обратную реакцию, когда недобросовестные компании имеют возможность не отпускать дома долгое время. — Сколько, Вы сказали, уже максимальный срок этих разбирательств? — Примерно в районе года после решения суда. — И судебное решение не работает? — Ну, получается, да. Я очень надеюсь, я очень жду сегодняшнего результата, как встретятся. Но мы готовы со своей стороны инициировать, и это было решением круглого стола, выносить вопрос об изменении законодательства. Мы еще здесь проведем ряд консультаций. У нас до конца недели мы собираем со всех заинтересованных сторон мнения, потому что я считаю, что мы собрали там все заинтересованные. Управляющие компании были, расчетно-информационные центры были. — Горжил-инспекция была, Министерство строительства и ЖКХ было, уполномоченный по правам человека был. Ну, в общем-то, мы считаем, что на этой площадке собрались все те, кто как раз... — Все заинтересованные стороны, да? — Да, прокуратура была. То есть, по большому счету, мы все мнения услышали. То, что нет готового какого-то решения, что вот прямо так вот вышли, и там все решение есть, но, по крайней мере, мы понимаем, в каком направлении двигаться. — Причем, когда мы начали, вот когда докладывали участники процесса, ну, по большому счету, вот эти 21 дом — это же всего лишь 4-5 управляющих компаний, которые этим занимаются в городе. — Чем этим? Продолжают, простите, доить? — Ну, по сути, да. — Жителей? — По сути, да. То есть, это такая... Это не значит, что все подряд управляющие компании недобросовестны, все неплохие. Это вот есть факты. Причем, снижение с 21 дома до 54 нас не должно успокаивать, но, по крайней мере, хотя бы динамика-то положительная. — А мы можем озвучить, кстати, в эфире название этих управляющих компаний, чтобы их... — Нам сейчас нужно прерваться буквально на минуточку. — Чтобы осторожны к ним. Нет, ну, конечно, прервемся. — Да, давайте прервемся. Вот мы за эфиром, да, обсудим, можно или не можно озвучить, и во второй части программы к вам вернемся. Продолжается наша беседа с Сергеем Улитиным, руководителем Центра общественного контроля в Сверии ЖКХ, Общественной палаты Кировской области, в студию названия управляющих компаний, уходя от которых, собственники продолжают платить им. Ну, сейчас озвучим. — Прозвучали три управляющие компании, которые вызывают беспокойство жилищной инспекцией. Это управляющая компания Октябрьского района, УЖХ и управляющая компания Ленинского района. — Это главные игроки рынка, ведь, получается? Самые крупные? — Конечно, у них же в основном фонд-то хороший. Но, что называется, по окончании в кулуарах уже подошел представитель Ленинского управляющих компаний и сказал, что мы были в 54 домах, подтверждаем, но в 21 доме нас нет. Кстати, из трех названных на семинаре управляющих компаний, единственный, кто пришел, это пришла Ленинская управляющая компания. Потому что мы пришли со своей позиции, говорит, ну да, мы понимаем. — А вот эти все управляющие компании, они как-то идут на диалог? — Все ты имеешь в виду? — Нет, вот эти три. — Или перечисленные? — Да, перечисленные три управляющие компании, которые незаконно удерживают жильцов. — Ну, они же как? Они идут на диалог, они говорят, да, окей, встречаемся, у нас правовое государство, встречаемся в суде, в судебные разбирательства. То есть формально как? Они говорят, ну да, у нас же есть право в суде оспорить решение. — Понятно. — А ресурсникам, да, они продолжают оплачивать, перечислять плату? Ресурсники были задействованы в совещании? — Ресурсников не было, потому что в основном это операторы в РИЦ, а для них идет расщепление платежа. И вот в этом случае, как раз в этом случае, по крайней мере, ресурсникам, не надо переживать, эти деньги не попадают напрямую управляющих компаний. А вот те управляющие компании, которые при этом самостоятельно выставляют платежки, в том числе и за коммунальный ресурс, они имеют возможность для злоупотреблений. То есть, и мы видим, открываешь, так периодически новости, и видишь, что тут деньги жильцов, которые должны быть направлены за коммунальный ресурс, управляющая компания и стратила на свои нужды. Ну, их, правда, за это регулярно садят, насколько я так вот слежу за этим. Но, к сожалению, мы этот вопрос обсуждали, это не является основанием для лишения лицензии. Вот, к сожалению, мы сейчас эти подходы тоже обсуждаем, но лицензии... То есть, об ужесточении обсуждается требование по лишению лицензии? Ну, наверное, расширение списка. Сейчас очень... Расширение оснований, да? Да, сейчас очень мягкий такой подход к выдаче лицензии. Если ты формально выполняешь требования по раскрытию информации, то, по большому счету, все остальное никак не влияет на получение или лишение лицензии. То есть, по большому счету, ты можешь сделать сайт, даже если у тебя за душой ничего нет, всю информацию выложить на сайте, и ты можешь получить лицензию. Ну, мы вот сейчас как раз собираем информацию. Опять же, это самопроект такой, это самопостранение. Мы хотим посмотреть, что делают. Открывают управляющую компанию, на всякий случай, запасную. И название похоже, и, в общем-то, как член лицензионной комиссии, я могу сказать, что и в Кирове такие процессы идут. Просто управляющие компании, на всякий случай, говорят, а дайте-ка мы еще себе запасной аэродром сделаем. Как они при этом... На всякий случай это на какой? Лишат лицензии, дадут штрафы. Я просто даже боюсь дальше развивать просто... А дальше уже по степени криминализации. То есть, если задача собрать деньги и ничего не сделать, и сбежать, ну, тогда вот одну закрыли, другую открыли. Формально, ну, как бы, а мы же новые, у нас новые юрлицы. В общем, обходных путей достаточно. Достаточно, но вот эти, что называется, ведь это вечная история, да, когда хвосты рубят, 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 но находятся новые лазейки. А насколько, Сергей Николаевич, массовое явление переход от одной управляющей компании к другой у нас в областном центре? Ну, в чем мерить? В количестве. В количестве. В количестве. Ну, вот там понятны причины, почему это происходит. Жители это не устраивает. Они ищут лучших условий. Ну, я думаю, что если года два назад там достаточно крупно было миграции, что называется, то сейчас поменьше, но процессы идут. Я думаю, что, вот, боюсь ошибиться, но примерно домов сто. Домов сто? По городу Кирова. Ну, 21-го дома. Конкретных цифр у меня нет, поэтому я так вот на чистом глазу вам примерно так вот оцениваю. Это называется экспертная оценка. А можем мы сейчас конкретный совет дать жителям, которые подумывают о том, чтобы сменить управляющую компанию и уйти вот как раз от той тройки-то озвученной, Октябрьская, Ленинская, УЖХ, чтобы не оказаться в такой ситуации? Да, вот что им делать, да. Вот только единственное, что контексты, да, то есть, это самое, без привязки к каким-то конкретным управляющим компаниям, наверное, это было бы корректнее, да? Да, хорошо. Давайте не будем кого-то ограничивать. Если по какой-то причине дом не устраивает одна управляющая компания, то, боясь за двойные квитанции, не должны людей останавливать, потому что мы ожидаем, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. По крайней мере, и позиция прокуратуры такая, чтобы не допускать в дальнейшем появление новых домов в такой ситуации. Мы еще будем проводить консультации, мы очень надеемся. У нас в этом вопросе не точка поставлена, у нас поставлена запятая, мы ожидаем, что где-то к осени, к сентябрю мы сядем, еще раз этот вопрос будем обсуждать, и динамика там будет еще более положительная. То есть, людям, которые хотят сменить управляющую компанию, лучше подождать до осени, когда будет принято некое решение, и потом менять? Не надо ничего ждать, потому что это как с покупкой нового телефона. Каждый раз будет выходить новый, и подождать, чтобы потом купить подешевле, это никогда не купить новый. Нет, подождите, а где гарантия, что дом не попадет вот в такую ситуацию с двойными платежками? Ну, это как минимум неприятно, правда? Здесь надо взвешивать на другой-то чашу, на весов, что находится. Вот мы платим старой управляющей компании, если она за эти наши деньги ничего нам не делает, и мы понимаем, что она ничего не делает, когда-то ведь это надо прекращать. То есть, прекратить поток расходования ваших средств ни туда, ни на ваш дом, ну, наверное, любой собственник в этом заинтересован. То есть, даже если придут две квитанции, платить новой, ту, которую наняли, что оплачивать-то в итоге мы хотим понять? Вот смотрите, я могу сказать только за себя. Если бы я был жителем этого дома и принимал участие в собрании, и видел, что мы проголосовали 51%, и мне выставлено за период, в который уже выполняла услуги новая управляющая компания, я бы в соответствии с жилищным кодексом стал бы платить, и своим решением собрания собственников, я бы заплатил новой управляющей компании. Позиция прокуратуры, что пока новая управляющая компания в лицензию не внесена, платить надо старой. Но решение судов, практика судов говорит о том, что потом суды принимают решение с момента, которое прописано для новой управляющей компании. Вы сказали, с момента собрания, да? Да. Решение. Да, все деньги нет. В собрании, допустим, может пройти 1 июля, а решение там с 1 августа. Перейти в новую управляющую компанию с 1 августа. То есть, суды принимают решение как раз начислять все новую управляющую компанию. Причем, я извиняюсь, вот те управляющие компании, которые говорят, у нас такие проблемы есть, они говорят, мы пытаемся помочь жильцам в востребовании тех денег, которые, они ведь, как бы кто-то не разобрался, кто-то принял свое решение старое платить. Они обычно помогают востребовать эти деньги. Мы говорим, ну а помогайте сильнее. Они говорят, к сожалению, не можем. 800 рублей стоит одна доверенность для участия в суде. И иногда это перекрывает те деньги, которые там зависли. То есть, каждый участвует индивидуально. Тут не может быть коллективного. К сожалению, управляющая компания не может выставать оператором. Почему так сложно это все? Почему не для человека все сделано? Такое ощущение, что сделано для управляющих компаний, но никак не для нас с вами. Есть проблема. Вы сказали, начало осени, середина осени. Но хотелось, чтобы побыстрее все-таки проблема решалась. Деньги, которых не так много у людей. Сергей Николаевич сейчас сидит с таким лицом. Внимательно смотрим друг на друга. Мы понимаем, что вы как центр общественного контроля, координирующий все-таки орган. К сожалению, говорим, что нам тоже бы хотелось... Не только от вас все зависит. А вообще регулирует отношения между жильцами и управляющими компаниями жилищная инспекция? Как третья сторона? Регулирует вообще законодательство, жилищный кодекс. Ну, законодательство, конечно. Но арбитром является жилищная инспекция. Хорошо. А почему жилищная инспекция не может в эту ситуацию вмешаться и помочь всем договориться? И сказать, ребята, давайте вот будет так. Новый руководитель к тому же. Новые метла. Мы очень надеемся, что новый руководитель все-таки более четко обозначит позицию в жилищной инспекции. Вообще на рынке, да? Вот в этом поле? В том числе по этому вопросу. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем. Рекламная пауза. Прервемся, да? Хорошо. И у нас еще одна тема, даже две темы, которые мы обсудим вместе с Сергеем Улитиным, руководителем Центра общественного контроля в севере ЖКХ региональной общественной палаты. Мы возвращаемся в эфир. Это дневной разворот. Говорим мы сегодня про двойные квитанции на оплату коммунальных услуг. И не только, да. В этой части программы мы поговорим о стоимости отопления. В том числе в гостях у нас Сергей Николаевич Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области. Итак, про тепло. Я продолжу. Не первый раз мы уже поднимаем тему в нашей студии. И до конца не можем разобраться, сколько мы будем платить за отопление по новым правилам. С этого года мы напомним у нас 8,4. 8 месяцев мы платим. За тепло 4, соответственно, не платим. И сейчас вот тот самый период, когда в наших квитанциях мы не видим эту строку. Так ведь? Видим. Видим? А где она? Я тут получил, не увидел вроде. У нас вот этот год получился такой переходной. Вот это вот. Вечная эта история. Любой переход с одного и другого. У нас вся жизнь какой-то переходный. Всегда это нехорошо. На самом деле мы большую часть года живем по одной двенадцатой. И с осенью начинаем жить по одной восьмой. Одной восьмой, вернее, да. Да. Значит, это хорошо. Вот первое. Хорошо ли переход с одной двенадцатой на одну восьмую? В принципе, хорошо. Почему? Потому что люди платят по реальному прибору учета, который показывает реальные цифры. И замотать, что там мы так считали, потом делили, потом умножали, ну, уже сложно. Это хорошо. Что хорошо еще? Для кого-то хорошо, что летом, когда отопления нет, мы платим практически копейки только за горячую воду, за тепло. То есть хорошо? Ну, наверное, хорошо. Это же и плохо. Такая передышка. Да, это же и плохо, потому что зимой мы начинаем платить... По полной программе. Да, что называется, полной ложкой. Вернее, начнем. Начнем. Начнем впервые. И у нас вот этот год, январь 2018 года, он для нас неочевидный. Потому что вот когда мы собрались, сели большим кругом ресурсники, вот здесь уже были ресурсники, они свои выкладки делали, пришли в управляющие компании, и есть дома, которые не почувствуют вот этот навес. Ведь у нас как раньше было? Немножко еще раз проговорить. Когда у нас была 1,12, это считалось как? 1,12, еще раз, для понимания, это каждый месяц плата за тепло. Каждый месяц равномерно. Значит, откуда она бралась? На 2017 год, это по итогам показаний прибора за 2016 год, делилась на 2012. Никто больше на эти приборы в течение года не смотрел. И вот именно так мы платили в 2017 году, и осенью у нас это заканчивается, и мы начинаем платить по факту. Пересчет по итогам года какой-то будет, потому что половинка так, половинка не так. Какой он будет, вот здесь мнения разошлись. Кто-то говорит, что мы будем примерно еще один месячный платеж добавлять к итогам 2017 года. К итогам года. Да, в 2018. А получается, что... То есть, например, если там 2000, да, платил человек, то вот эти 2000 и накинутся. То есть 4 придется ему заплатить. Единоразово. Вот в том-то и дело, что нет. Нет, если мы платили по 2000 и накинут еще 2000, то мы попадем плюс 2000 и фактическое показание. Мы же перешли в январе, вернее, мы уже в январе по 1,8, январь холодный, и он фактически-то потребление, допустим, в два раза, да, получается. И так 4, а до плюс 2, получится 6. Вот это говорят управляющие компании. Они к нам обратились и говорят, мы посчитали, у нас получается так. Мы пригласили ПАО Т-плюс со своими расчетами, и вот Робин нам сказал, что мы по своим средним цифрам не видим, что возрастет. Более того, мы говорим, что выйдет в ноль, и может быть даже будет чуть меньше. Поэтому мы попросили управляющие компании, чтобы летом, посреди лета, на наш круглый стул порядка 20 управляющих компаний, в том числе, приехали из других районов, в том числе и слузы. Но я такого, честно говоря, за все это время не помню. То есть тема-то злободневная, они приехали. Вопрос всех волнует. Вопрос всех волнует, вопрос всех волнует как-то неправильно. Из 20 управляющих компаний я попросил поднять руки, из тех, кто посчитали бы, уже реально посчитали, что у них будет. Ведь закончились уже эти 1,12. Только из них, только 4 управляющих компании посчитали и говорят, да, у нас есть дома, где будет вот этот вот рост. Но это не 100% домов. Поэтому мы попросили до конца месяца эту информацию собрать. Пользуясь эфиром, я, если кто-то из управляющих компаний слышит, и еще бы посчитали, дали бы нам такую же информацию. 38, 14, 77, это Общественная палата, Центр общественного контроля. 38, 14, 77. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области. Заканчивайте мысль, потом звонок примем. Поэтому мы сейчас не очень понимаем, для некоторых домов будет увеличение. Четкий список будет? Вы дали такую рекомендацию. Не будет четкого списка? По крайней мере, будет понимание, для каких домов это касается. Возможно, это будут пятиэтажки, трехэтажки, девятиэтажки. Ну, то есть по типу домов, да? Я очень надеюсь, что мы хотя бы к этому придем. Пока предварительно все зависит от состояния дома. Одни и те же дома, если прибор учета стоит, если где не следят люди, по крайней мере, ресурсники сказали как? Дома с плохим состоянием, скорее всего, будут доплачивать. Дома в хорошем состоянии, у которых теплоизоляция хорошая, платить, скорее всего, не будут. Ну вот, простите, мне бы все-таки лично хотелось, чтобы был этот список домов, чтобы как-то заранее знать о том, что вот мой дом, он плохой, надо будет платить больше. Поверьте, мне... Чтобы заранее подготовиться к этому. И мне этого хочется. Я думаю, что мы звонок-то примем, я потом все продолжу. Давайте вернемся, хорошо. Да, у нас есть звонок в студии. Добрый день. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, моя фамилия Буров. Зовут? Сергей. Сергей, у вас, наверное, есть вопрос к Сергею Николаевичу. У меня вопрос простой. Все-таки вот при получении двух квитанций, по какой я должен квитанции платить? Или же по-новому, так сказать, по новой управляющей компании, или по старой? И какой период? Я вот что-то почему-то думаю, что вообще ни по какой не платить в таком случае. Сергей, а вы как раз-таки в этой ситуации оказались, что... Да, да. И я, видите, я к тому же еще инвалид второй группы. Вот. И у меня в квитанции в новой вообще льгот нет. Ну вот то, о чем мы говорили, да? Да. А у вас адрес какой у вас? Володарского, 169. На всякий случай записали. Но вот смотрите, если вы уверены в том, что управляющая компания новая, а какая у вас новая управляющая компания? Сейчас идут суды. Понимаете, вот старая управляющая компания не отпускает, а новая управляющая у нас создана ТСЖ. Значит, тоже посылают, значит, эти квитанции. И та посылает, и ТСЖ посылает. А вот вы говорили, что насчет создания ТСЖ. У нас вообще, значит, вот я ходил на собрание, там было сначала 9 человек, потом 11 человек, и все. И провели какое-то, значит, заочное голосование, где шут его знают, кто как проголосовал. Ни правления, ничего не избирали. И вдруг появилось ТСЖ. Сергей, хорошо, времени очень мало. Давайте на конкретный вопрос отвечать. Вот задал Сергей. Да, инвалид второй группы, есть льготы, что делать? Что оплачивать? Какую квитанцию? Ну вот та ситуация... Ну проговорите вы уже. Ну вот та ситуация, когда, смотрите, еще раз, если вы уверены, что у вас все создано законно, я бы на вашем месте платил по новой управлечьей компании. Если вы хотите получать субсидии, получается, что в этой точке вам надо оплачивать все долги, чтобы у вас долгов не было. Вы тогда имеете на это право. У меня, понимаете, долгов никогда не было и не будет. Суд-то в том, все-таки сейчас суды-то ведь идут, а я считаю, лично я считаю, что ТСЖ создано незаконно. А, незаконно? Да. Поскольку голосования, значит, не было, не было. Мы понимаете, мы никого не видели. Ни председателя правления, ни членов правления, мы никого не выбирали. Давайте я вам отвечу. Значит, если у вас создано ТСЖ, и оно управляет вашим домом, у него есть сайт, на сайте должен быть размещен протокол или, как минимум, этот протокол должен находиться в ГЖИ. Если у вас есть эти сомнения, вы вправе с этим протоколом ознакомиться, там должны стоять подписи, вы можете переговорить с жителями своего дома, чтобы проверить, что действительно эти подписи собирались. Потому что, в отличие от прямого голосования, то есть на собрании, сейчас очно-заочная форма допускается. То есть то, что потом жителей узнали мнение, уже обходя квартиры, в принципе, это законный способ. Я в курсе этих событий. Так. Я уже разговаривал с нашими жителями дома. Многие ходили в ГЖИ, ходили в управляющую компанию. Там, понимаете, они знакомились с протоколом, там их подписи подделаны. Ну, отлично. Тогда, скорее всего, решение будет судом принято не в пользу этого ТСЖ. Тогда получается, что если вы сейчас начнете платить в новый, а суд примет решение, что это незаконно, то, конечно, старая управляющая компания будет добиваться от вас, чтобы вы за этот период заплатили. Вот такая ситуация, Сергей. Все-таки я не получил ответа. Нет, ну, подождите. Сейчас, видимо, камень преткновения сейчас вот законный или незаконно все-таки. Вот с этим нужно разобраться, чтобы официально конкретное ведомство сказало, что это незаконно. Сергей, можно я попрошу вас сейчас пообщаться с нашим редактором, чтобы она записала номер вашего телефона. Сергей Николаевич, возможно? Не кладите, пожалуйста, трубку. Так, давайте вернемся все-таки к оплате за тепло. Алло. Так, можно из эфира выводить. Это в эфире наш редактор. Да. Давайте к оплате вернемся. Смотрите, вот в этот переходный период в режиме совета, то есть мы не знаем по каждому дому, как будет навес вот этот финансовый в январе-феврале. Надо помнить три вещи. Первое. Вот тот перерасчет, который по итогам года жителям выставляют, есть законное право на три месяца получать рассрочку. То есть не обязательно платить это все в том же месяце. Это на встречаться с управляющей компанией. В принципе, мы проговаривали, управляющие компании на это идут. Первое. Второе. У нас этот год получается уникальный в том плане, что, скорее всего, за сентябрь в наших платежах будет ноль. Так вот, было бы правильно, если бы... А с чем это будет связано? Ну, это будет связано с тем, что в сентябре у нас отопления нет уже, и мы переходим с одной двенадцатой на одну восьмую, да. И получается, что за этот период у нас будет только за горячую воду. Вот было бы логично вот эту сумму для тех, для кого коммунальный платеж существенно в доходе, отложить, то есть не считать, что это у нас каникулы такие, эти деньги отложить на непростую нашу зиму. Потому что привыкать, что зимой мы платим много, а летом практически не платим, к этому надо привыкнуть. Поэтому вот в режиме совета. Копите деньги. И третий какой-то пункт был? Вы сказали, три у вас. Третий пункт в принципе готовится к тому, что у нас с января по март самые холодные месяцы, и там расчет по факту, это примерно в два раза больше, чем по одной двенадцатой. Все-таки при всем при этом будет возможность сэкономить у конкретных жителей на отоплении? Экономия конкретных жителей зависит от состояния здания. То есть если стоит автоматизация, если стены теплые, сейчас много систем для утепления, если хорошие окна, если двери в подъезд закрываются, то статистика говорит о том, что в этих домах потребление меньше, а когда ты платишь по факту и сэкономил, безусловно, это на своем кошельке люди чувствуют. А индивидуальные, там вот у радиаторов в квартире, регулировка, это помогает? Да, конечно, это помогает. Уровни обогрева, да. Регуляторы на батареях, вот это по батарейное отопление, когда автоматика стоит локальная на каждой батарее, она на самом деле помогает в двух вещах. Первое, она позволяет экономить, потому что каждый себе выставляет ровно столько, сколько ему надо. Допустим, в комнатах не пользуются, не знаю, по какой-то причине. Взяли, убавили, там стоит 15 градусов, чтобы было комфортно. Первое. Есть еще у них второй эффект, который люди не осознают, но он очень значительный. В зависимости от того, какая у дома верхняя или нижняя разводка, подходя к дому зимой, всегда это можно... Сверху или снизу начинает поступать тепло. Всегда можно понять. Если на верхних атаках открыты форточки, значит верхняя разводка, и понятно, что внизу люди мерзнут, и наоборот. Вот эти регуляторы позволяют перераспределить тепло, и избыточного тепла нет наверху, и достается тепло нижним этажам. То есть вообще это на самом деле автоматика, локальная автоматика, это очень хорошо. Так, возвращаясь к тем домам, где все-таки плата подскочит, их как много? Ну, мы не можем оценить масштаб, поэтому мы вернемся, постараемся в августе, если к августу цифр не будет, мы попросили и Министерство строительства откликнуться, как-то посчитать, и разослали в муниципалитеты эту информацию с просьбой довести до своих управляющих компаний, чтобы посчитали управляющие компании вообще масштаб. Возможно, мы перестраховываемся, возможно, это будет не массово, там несколько домов. Но мы лучше сейчас перестрахуемся и увидим картину, чем потом посреди зимы мы будем понимать, что у людей просто реально нет денег на отопление. Но все-таки будет заранее понятно, что вот эти дома будут платить больше? Мы будем к этому стремиться. Об этом вы попросили, да? Управляющих компаний, чтобы они, собственно, пересмотрели свой фонд, они как-то отреагировали на эту просьбу? Да, конечно, они тоже заинтересованы, потому что для них-то есть большая радость, что люди не могут найти деньги на коммунальные платежи тоже, особой нет. Их же ресурсники, управляющие компании начинают тоже душить, чтобы они деньги взыскивали. То есть вообще мы все в одной лодке в этом плане. Даже ресурсники-то тоже заинтересованы, чтобы все реально посчитали. И они посчитали. Они свои-то выкладки принесли, но они выкладку общую принесли. Мы в целом посчитали, у нас в целом картина такая. А то, что отдельные выбросы, они этого не видят, не чувствуют. И здесь нужны управляющие компании. У нас остается буквально минуты-две до конца. Я думаю, что систему ГИС-ЖКХ мы уже не будем затрагивать, потому что это отдельно очень большая история. Я боюсь, что мы не успеем. Да, и хочется спросить тогда Сергея Николаевича о том, какие темы вот еще в ближайшее время Центром общественного контроля в СССР-ЖКХ будут подниматься и возможно уже решения по конкретным каким-то случаям. Вот что мы в ближайшее время услышим? И пригласим вас, чтобы поподробнее поговорить. У нас работает горячая линия. У нас с июля было изменение тарифов на коммунальные услуги. Это 4%. Мы горячую линию стартовало. Мы ждем информации, если у кого-то будет больше. Можно озвучить еще раз. 38-14-77. Я думаю, что мы вместе с комиссией по экологии постараемся как минимум посмотреть подходы к такому интересному процессу, который в городе Кире прошел, пока незаметно. Это в центре города. А на окраине уже, что называется, активно обсуждают. Это изменение системы вывоза мусора с индивидуальных домов. Вот я вижу, тут залыбались люди. А мы недавно говорили. Мы обсуждали, да, это в эфире буквально недавно. У нас был тут активный житель Костина, да? Да, активный житель Костина и Сергей, который в отдельно взятом поселке взялся за эту тему. Вот очень такая тема спорная. Там и экология точно мимо не пройдет, потому что, ну, как бы, худшее, что может случиться, и, опять же, как бы, не нагнетая. Это ближайшие леса завалят мусором. Ну, как бы, опять же, самое утрированное, но... А кто-то один поставит, например, и все к нему будут свозить в одно место. Все. Представляете, сейчас у каждого дома... Вот представьте, вот, у каждого дома стоит контейнер, даже если он будет закрыт на этот. Вот, в общем-то, когда с людьми-то говоришь, они говорят, ну, хорошо, ну, контейнер мы свой поставили. Ну, вывозят раз в неделю, вот он стоит неделю, пахнет у себя, у меня у дома. Ладно, я что-то придумаю. А лисы, а собаки дикие. И вот дальше под цепочки. То есть, если мы говорим, что мы меняем модель, надо прививать ей культуру потребления, да? То есть, вот, мы же, как бы, это самое понимаем, что телефон бросать не надо. Но это же нам не сразу пришло. Это мы, как бы, это самое потихонечку к этому привыкли. Так и здесь. Я помню тот период, когда раз по вечерам приезжала одна большая машина, весь многоэтажный дом выходил со своими ведрами, выбрасывал туда и считал, что, ну, вот, как бы такая модель. Но мы к ней были готовы. Потом появилась другая модель, когда у нас на этажах собирали питание. Я вот еще это помню там в свое время. Тоже было прикольно. Но еще раз, здесь-то как? Если мы идем к раздельному питанию, если мы хотим, чтобы весь мусор, допустим, стекло... К раздельному сбору. К раздельному сбору. К раздельному сбору. То тогда шаг это назад от раздельного сбора или нет? Я пока не уверен. Ну, мы, видимо, к этой теме вернемся, да, потому что время у нас закончилось. Обсуждали мы сегодня двойные квитанции за оплату. Сергей Николаевич что-то хочет добавить? Я вот, мы про ГИЗ и ЖКХ жалко не проговорили. Я единственное, что ремарку хочу сказать. Несколько секунд. Буквально секунда. Семинар инициировала Минстрой Кировской области, что, в общем-то, говорит о том, что вот мы как бы привыкли их всегда ругать, а тут они говорят сами, вот, ребят, помогите нам. Мы видим, что для управляющих компаний нормально, семинар для руководителей ТСЖ. 18-го числа состоялся, да. Нет, пройдет еще один. Он будет еще один в Ленинском терроруправлении. Когда? По-моему, завтра. 26-го. Информация есть на сайте, но как бы... На сайте, на сайте общественной палаты, на сайте Центра общественного контроля. Спасибо большое, Сергей Улитин. Мы уже перебираем по времени. Далее новости. Вернемся через 20 минут.